Микс Ньюз Гость в студии Здравствуй, милый человек. Проходи, гостем будешь. Выпьем, закусим, о делах наших скорбных покалякаем. Гость в студии И сегодня в студии у нас в гостях советник министра благосостояния по вопросам внесемейной опеки, директор департамента по вопросам приемных семейных и сиротских судов Валентина Горбунова. Здравствуйте. Доброе утро. 672-12-93-9, 672-13-93-9, это телефоны прямого эфира, звоните, задавайте свои вопросы, также вы можете написать нам на WhatsApp 2-3-0-6-1-9-1. Ну и, наверное, действительно начнем с круга обязанностей. Насколько широки ваши полномочия, насколько велика ответственность, потому что все-таки речь идет о детях, вот насколько эта сфера, может быть, возлагает особые какие-то требования к этой профессии, людей, которые работают в этой области. Да, я хочу сказать, что основная моя работа – это директор департамента по сиротским судам приемным семьям в Государственной инспекции по защите прав детей. И должность, которую вы упомянули как первой, это совсем недавно, и это действительно обязанности, которые возлагаются на меня для того, чтобы более, может быть, подробно пояснять министру ситуацию в несемейной опеке, ситуацию с сиротскими судами. И также я присутствую в рабочей группе, которая создана этим летом, для того, чтобы провести реорганизацию вообще как таковой системы защиты прав ребенка в Латвии. Если говорить о том, насколько велика ответственность вообще специалистов, которые работают в этой сфере, я хочу сказать, что ответственность очень велика, особенно для сотрудников самих сиротских судов и социальных служб, потому что они принимают, особенно сиротский суд, те решения, которые могут кардинально поменять жизнь ребенка на всю оставшуюся его жизнь. Ну, вот в последнее время много говорят о том, что нужно реорганизовать систему сиротских судов. Не могли бы Вы чуть подробнее рассказать, что именно хочется изменить? Ну, Вы знаете, уже несколько лет речь идет о том, что сиротские суды работают не на все 100%, так, как этого желало бы наше современное время и интересы ребенка, и интересы семьи. Довольно долгое время в заблуждение вводит и само название этой инстанции «Сиротский суд», хотя на самом деле эта инстанция не имеет никакого отношения к судебной системе. Эта инстанция создана при самоуправлениях для того, чтобы в каждом конкретном самоуправлении защитить права ребенка и права человека, у которого по каким-то причинам ограждены его права решением суда, будучи уже в совершеннолетнем возрасте. Что конкретно? Конкретно проблемы выявляются уже в течение нескольких лет, то есть, если мы вспомним, допустим, 2017 год, когда в короткий промежуток времени в Латвии погибли трое детей, это был младенец в Добыле, когда умерли родители наркоманы, и ребенок тоже умер ночью. Это ребенок, который сгорел в коляске, потому что мать оставила ребенка в квартире без света и при зажженной свечи в коляске. Это ребенок, который сгорел в резакне в силу пожара и так далее. И это, наверное, было основной точкой отсчета для того, чтобы мы пришли к тому, к чему пришли на сегодняшний день, то есть к этой рабочей группе, которую я упомянула, для создания вообще видения того, какова эта система должна быть. Проблемы, которые вырисовываются, это нехватка сотрудников компетентных, это одна из проблем. Это проблема того, что в разных самоуправлениях, в зависимости, скажем так, как от кошелька самоуправления, разные виды услуги, разные доступы вообще к услугам, и, если можно так сказать, корзина услуг как такова. Мы не можем сравнить, допустим, те виды услуг, которые может оказать сравнительно большое или действительно большое самоуправление, с тем самоуправлением, в котором, допустим, полторы, две тысячи, две с половиной тысячи жителей. И для того, чтобы в какой-то мере эту ситуацию изменить, для того, чтобы решения, которые принимаются в связи с конкретной какой-то ситуацией в семье, они были действительно профессиональны, они были компетентны. И эти решения принимались, скажем так, равномерно по всей Латвии, а не потому, что мы, допустим, изымаем ребенка из семьи, потому что это худшая семья в нашем самоправлении, или из этой семьи, допустим, мы ребенка не изымаем, это еще не самое худшее. То есть есть основной алгоритм, по которому должен работать сиротский суд и социальная служба, но, как я уже сказала, несколько причин, почему это все-таки не происходит. В силу этой реформы, одновременно будет реформа и нашей инстанции, это инспекции по защите прав ребенка. Чтобы говорить о каких-то конкретных в дальнейшем видениях, рабочая группа еще не окончила свою работу. В ближайшее время министр благосостояния и министр юстиции уже тогда по заключению действия этой рабочей группы, тогда уже выйдут с своим мнением о том, когда, в каком времени и как конкретно будет проходить эта реформа. — Скажите, а что должно произойти, чтобы ребенка забрали из семьи? То есть есть ли какие-то определенные критерии, которые если нарушаются, то тогда будет принято такое решение? — Ситуации могут быть очень разные. В основном вся работа должна вестись, и она в основном, конечно, и ведется к тому, чтобы сделать все максимально для того, чтобы ребенок все-таки остался в своей биологической семье. — Это оказание разного вида помощи, разного вида услуг, это образование родителей, и не только, скажем так, материальная помощь и так далее. Но когда все эти ресурсы исчерпаны и результата никакого нету, то это тогда уже вступает в свои действия сиротский суд, и ребенка изымают. — Это либо, в основном, скажем так, это нежелание родителей сотрудничать с социальной службой. — И те услуги, которые предлагает социальная служба, допустим, родители выполняют формально, без такого внутреннего желания в этом всем действовать, и без такого внутреннего понимания, что да, в нашей семье действительно проблемы. — Мы должны выполнить какие-то свои действия в сотрудничестве со специалистами, чтобы ребенок остался в нашей семье. У нас в обществе почему-то кажется еще до сих пор, что виноваты все, кроме меня самого. И вы пришли ко мне, вас что-то не устраивает в моей семье. — Ну, вы и делаете. — У меня все в порядке. Если говорится о том, что надо прибираться, надо стирать белье надо ребенка, одевать в чистую одежду, сотрудники иногда слышат ответ, а где вы видите грязь, у меня все в порядке. То есть это разные понятия, разное, ну, как я уже сказала, в принципе, неприслушивание к советам специалистов, которые в основном приводят к таким вопросам. — А вот где вот эта грязь действительно между частной жизнью, куда государство не может вторгаться, и, ну, все-таки вот контролем ситуации в семье, чтобы не довести это до крайности? — В нашей стране, и не только в нашей стране, если мы говорим, допустим, о Евросоюзе и многих других странах, в таких ситуациях главным приоритетом всегда выступают интересы ребенка. То есть если инстанция по защите прав детей, скажем, то есть конкретной ситуации, сиротский суд получил информацию, все равно от кого? От соседей, от самого ребенка, от педагогов, от медиков, о том, что есть подозрение, что в семье не все хорошо, тут уже вступает, как я сказала, приоритет интересов ребенка, и сиротский суд или социальная служба, в зависимости от ситуации, имеет право прийти в семью для того, чтобы проверить. — Но не все хорошо. Это имеется в виду больше физическое здоровье ребенка, его психологическое состояние, а то это плана. — Значит, у него там какие-то синяки подозрительные на теле, что его, может быть, бьют. Ну вот какие признаки должны быть? — Все вами упомянутое, вплоть до того, что у нас при инспекции защиты прав детей есть круглосуточный телефон доверия и бесплатный телефон доверия. И если, допустим, на наш телефон доверия получена информация, допустим, от самого ребенка, и если он сказал, где он живет, адрес и родители, да, то эта информация тут же передается в сиротский суд, и уже на основании этой информации они имеют право прийти домой и проверить. Но это не говорит о том, что это только синяки или там только побои. — Это уже, скажем так, крайняя ситуация, которую зачастую обнаруживают педагоги или семейные врачи, или учителя каких-то спортивных кружков и так далее. Это может быть информация, которая дает этот звонок тревоги такова, что ребенок часто не посещает школу по непонятным причинам. И это тоже сигнал. И зачастую это в основном, как я говорила, педагоги, которые этот звонок тревоги могут забить, потому что они те специалисты, которые видят ребенка каждый день, они видят его поведение, они могут заметить, будучи внимательными, о каких-то изменениях в поведении ребенка. Либо ребенок, может быть, стал слишком закрытым, в то же время, может быть, очень хорошо учится, но вот эта скрытность, это какое-то депрессивное состояние, это тоже может быть сигналом о том, что в семье что-то не в порядке. Вот мы всегда, есть такой стереотип, все-таки представляем сразу семью наркоманов, безработных, на низкой социальной ступени. Но нет ли, иногда бывают проблемы в, в общем-то, казалось бы, благополучных семьях, где родители, может быть, вот так слишком много работают, чтобы уделять внимание ребенку, эгоистичны, или там, ну вот уделяют внимание своей, ну не знаю, карьере, условно говоря, и совершенно забывают о детях. Вот эта сфера. Это действительно стереотип, и это те вещи, которые, ну скажем так, очевидны. Если родители часто употребляют алкогольные напитки или какие-то другие вещества, это, ну, рано или поздно замечают соседи, это какие-то шумные компании, это невыспавшийся ребенок, который приходит в школу и так далее, это то, как я говорила, очевидное. И зачастую специалистам кажется, что семья, которая очень благополучная, ребенок, который, допустим, ходит в школу, одетый только в брендовой одежде, ничто не говорит о том, что здесь какие-то риски, но там могут скрываться действительно очень много рисков. Одно – это неуделение внимания, и еще ситуации, которые в последнее время, ну не в последнее время, а в последние годы, очень-очень актуально – это родители, которые разводятся. Родители, которые решили в дальнейшем не жить вместе, и встает вопрос, а как же с детьми или с ребенком, с кем же будет жить в дальнейшем ребенок, и как свои права на контакт с ребенком будет проводить родитель, который не будет жить с ребенком. И надо сказать, что по-своему эти родители действительно любят каждый своего ребенка, и ребенок любит этих родителей. Но проблема в том, что это люди, которые, ну действительно, не поставили еще точку в своих отношениях, и не могут по каким-то причинам этого сделать. Как бы, может быть, не скрывались за красивыми фразами «я люблю ребенка, я для ребенка хочу самого лучшего», но неумение договориться с партнером приводит к тому, что это действительно судебные тяжбы, это судебные тяжбы годами. Это ситуации, когда недоверие ко второму партнеру приведет к тому, что мама ведет ребенка к своему, специалисту, допустим, психологу, папа ведет к своему и высказывает недоверие к тому. И ребенок во всей этой, извините за выражение, каши, он действительно не понимает, что происходит, за исключением того, что мама с папой не будут жить вместе. А почему? А что случилось? И в силу этой ситуации зачастую ребенок начинает считать себя виноватым. Мама с папой спорят, потому что они не могут договориться по поводу меня, потому что во мне эта проблема. И это приводит к действительно очень сложным ситуациям и к таким сломанным детским судьбам, хотя с виду семья очень-очень благополучная, все в порядке в материальном статусе и так далее. А какой совет или рекомендацию Вы могли бы дать родителям, которые разводятся? Что нужно сделать, чтобы как можно сильнее уменьшить этот урон наносимый ребенку? В основном это все-таки способность признать каждому самому себе, что в жизни так бывает, и не я первый, не я последний, но у нас есть дети, и что каждый из нас может сделать лучшее для детей. В Латвии есть медиация. То есть это возможность двум людям, которые пришли в такую ситуацию и не могут сами договориться, сделать это с помощью профессионального сертифицированного специалиста. Это консультации семейных пар. То есть ресурсы, которые могли бы помочь этот спор разрешить, они есть, но, как я уже ранее говорила, зачастую в таких ситуациях главенствует мнение «я тебе докажу». «Я тебе докажу, что прав я или права я». И это не всегда, зачастую это не высказывается впрямую, но эти действия об этом говорят, что люди не могут договориться, начинают потрошить все, что можно, а страдает в конце концов ребенок. И это, как я говорю, это война, а в войне победителей не бывает. Даже тот, который себя, может быть, считает в итоге победителем через лет пять судебных тяжб, это все равно потерянное время, потерянные нервы, потерянные деньги и ребенок, который в этом всем рос. 6-7-2-12-93-9, 6-7-2-13-93-9, телефоны прямого эфира, номер ватсапа 2-3-0-6-1-9-1, сегодня у нас в студии в гостях директор департамента по вопросам приемных семей и сиротских судов, также советник министра благосостояния по вопросам внесемейной опеки Валентина Горбунова. Ну, а у меня вопрос, может, тоже очень деликатный, что касается каких-нибудь религиозных людей, которые вступили, может быть, или в секты, или придерживаются каких-то очень строгих религиозных взглядов, которые, ну, вот, с нашей точки зрения могут ограничивать права детей или, ну, оказывать на них поредитимы, или какой-то, ну, вот, например, там, запрет на переливание крови, там, каких-то там есть, которые могут, или здоровью, или вот здесь, как, нет ли конфликта, вот, ну, с одной стороны, мы, как бы, даем возможность людям отправлять свои, там, религиозные культы, но, с другой стороны, если в этом могут пострадать дети? Если мы смотрим по закону защиты прав ребенка в Латвии, то религиозную принадлежность ребенка, конечно, определяют родители. Да, это действительно свободное право человека, но, опять-таки, до того времени, если действительно не существует угрозы для ребенка. И тут зачастую, если, ну, как вы упомянули, это секты, это какие-то закрытые мероприятия, это действительно педагоги и медики, которые в первую очередь могут увидеть какие-то изменения в ребенке. Это, допустим, ситуация, когда ребенка не пускают на те мероприятия, которые организовываются в школе. И не то, что там один раз, два по каким-то причинам, но это систематически. Экскурсии, классные там вечера, какие-то школьные мероприятия и так далее, и так подобно. И плюс в совокупности с поведением ребенка, с его успеваемостью, с его посещением школы, с тем, как ребенок общается со своими сверстниками. Это, да, это те ситуации, к которым специалисты должны относиться особенно скурпулезно, да, не затрагивая личную жизнь семьи, но приоритеты ребенка все-таки впереди всего. Ну, вот опять вопрос о границе, потому что, получается, с одной стороны, вроде как в 21 веке считается, что там неопределенные запреты на медицинские услуги, скажем, не знаю, на вакцинацию, это ужас, и такого не должно быть. С другой стороны, это вроде как личное решение семьи, или, не знаю, семьи, которые, если мы уйдем от религии, семьи, которые заставляют своих детей быть вегетарианцами. Вот я в следующий хотел, да, как распорядки. Хотя, ну, или даже веганами, хотя до определенного возраста это на самом деле опасно, это уже взрослый человек может для себя решать и так далее. С одной стороны, это личная жизнь семьи, с другой стороны, это наносит прямой вред ребенку. Как здесь действует в Латвии? Например, ребенок приходит в школьную столу, вы говорите, что нет, родители мне запрещают там есть мясо, я не буду. Ну, вот насколько вправе заинтересоваться тогда вот этой семьей? Опять-таки, вернемся к тому, как в этой всей ситуации себя чувствует ребенок. Если ребенок приходит и говорит, я, ну, не могу это есть, потому что родители запрещают, и педагоги видят, что ребенок от этого страдает. Это, в первую очередь, работа с родителями и разговор, ну, скажем так, просвещающий с другой стороны, не с той стороны, которую пропагандируют сами родители. И если, наверняка будут дети, которые в этом будут очень хорошо жить, себя ощущать, себя чувствовать и так далее, да. Но если для ребенка это создает какие-то страдания, это, опять-таки, работа специалистов. Если говорить о том, что это какое-то конкретное религиозное исповедование, то это тоже в какой-то мере миф. Потому что, не говоря даже о каких-то закрытых таких мероприятиях, вполне традиционных конфессиях, католическая церковь, православная, лютеранская, могут быть ситуации, когда родители, ну, скажем так, слишком уходят в религию, не замечая всего остального. Не буду упоминать, где конкретно, но, допустим, в Латвии есть книга, которую можно приобрести в свободной продаже, в религиозном книжном магазине, да. Это американская книга американского специалиста, который проповедует религию, и в которой есть отдельный отдел в этой книге о том, как правильно пороть ребёнка. И это не говорит о том, что это какая-то закрытая конфессия или там секта, или там ещё что-то. Это речь идёт о том, как мы воспринимаем веру как таковую, и как мы живём в этой вере. Потому что для того, чтобы, ну, как, допустим, в этой книге упоминается, для того, чтобы воспитать сердце ребёнка в каких-то определённых сферах, его надо пороть, как это правильно сделать, как это ребёнку объяснить. Но мы почему-то забываем, что есть и другие методы, как учить душу и сердце ребёнка без. Потому что когда человек становится агрессивным, и когда человек применяет физическую силу, потому что он сталкивается с ситуацией, в которой он не знает, как реагировать. И вот это в какой-то мере, может быть, самое лёгкое действие, которое человек проводит. — Ну, тут ещё такой аргумент, который я очень часто, к сожалению, слышу, что «ну меня мои родители пороли, я вот нормальным человеком и вырос, поэтому и я своего сына или там дочь буду пороть». — Извините, я вас перебью, в этой ситуации всегда вопрос к такому родителю. Когда тебя били, как ты себя чувствовал? Хорошо? — Ну, вот я пытался, кстати, этот вопрос задавать, и иногда я слышал ответ. Ну, тогда, конечно, было обидно, но сейчас я понимаю, что так и правильно всё делалось. Поэтому вот вы в таких ситуациях, ну, во-первых, чтобы прояснить для слушателей на всякий случай, бить ребёнка нельзя, ни при каких обстоятельствах, это противозаконно, насколько я понимаю. — Это противозаконно, это криминально наказуемо, и это может привести к тому, действительно, что ребёнка изымают из семьи. — Вот, ну, и это, в принципе, нет там такого, то есть, ну, всего лишь один раз, это никаких, я просто хочу быть максимально чётким, чтобы это всё звучало. Но вот в таких случаях вы пытаетесь работать с родителями и объяснять им, почему бить ребёнка нельзя? Или если вы видите, что уже, ну, не понимают никак, то это действительно доводит до изъятия ребёнка? — Все мы люди, все мы человеки, у каждого, мы никто не рождаемся правильными родителями. Мы ими либо становимся в процессе жизни, либо не становимся. И, конечно, могут быть какие-то конфликтные ситуации, если речь идёт, допустим, о ребёнке в подростковом возрасте, когда ребёнок сам не понимает, что с ним происходит, и если родители ещё мало этому уделяют времени и времени ребёнку. И если это был какой-то инцидент, и, не знаю, мама не сдержалась и дала плеуху подростку, это может быть, может быть, одна ситуация. Но мама понимает, я сделала неправильно, прости, давай как-то будем на это смотреть по-другому, давай что-то решать. Мама ищет помощь, мама... И поверьте, виды и возможности помощи, они есть. Речь лишь о том, хотят ли родители искать эту помощь, и понимают ли они, что так делать нельзя. И другая совсем ситуация, когда методы физического воспитания присутствуют ежедневно, присутствуют ежедневно в той ситуации, в каждой ситуации, когда родители не знают, что делать, ребёнок путается под ногами, ребёнок не слушается, ребёнок громко кричит, ребёнок бегает, и за этим всем следует физическое расправа. Это, опять-таки, другая ситуация, и это уже действительно та грань. Но, как я сказала, если родители осознают и обращаются за помощью, скорее всего, что это не приведёт к таким последствиям, как уголовная ответственность или изъятие ребёнка из семьи. Но если нет сотрудничества, не ищут какой-то опоры, помощи у специалистов и считают, что это верно, то это действительно может. То есть родители не должны бояться обращаться в разные инстанции и искать помощи? У вас есть курсы какие-то для родителей или что-то такое? Курсы для родителей, за такими курсами могут обращаться в социальную службу каждого конкретного самоуправления. Если финансовый достаток позволяет, родители могут никому из специалистов об этом не говоря посещать психолога, посещать психотерапевта и искать возможности решения. В начале программы я упомянула наш телефон доверия, который, да, он при инспекции по защите прав детей, но, ещё раз повторю, анонимно, бесплатно. Родители могут в любое время суток позвонить и получить консультацию профессионального психолога о том, что делать. Вот у меня такая ситуация, что вы мне посоветуете? Можно ли позвонить и получить консультацию на русском языке сразу? Да, телефон доверия – это 1-1-6-1-1-1. А скажите, если ситуация, например, ну, просто на улице мы наблюдаем, что молодая мама, может быть, не справляясь с ребёнком, применяет, ну, вот, физическое насилие, ну, это не обязательно избиение, но это, может быть, ребёнка грубо тянут… шлепок или просто ребёнка тянут за руку так, что просто, ну, не допрещая Бога. Недавно была такая ситуация в каком-то супермаркете, в Максиме, кажется, когда женщину действительно увидели, и вот потом… И она потом удивлялась, почему это такой резонанс. Вот что должны делать окружающие, то есть имеют ли они право… Ну, то есть вот мама наверняка уверена, что это моё внутреннее дело, я воспитываю ребёнка, как хочу, то есть имеют ли право люди сделать замечания, куда им обращаться, какие сигналы? И в таких ситуациях, опять-таки, если мы смотрим с законной стороны, то закон по защите прав ребёнка говорит, что обязанность каждого жителя нашей страны не оставаться равнодушным к насилию к ребёнку. И здесь, может быть, речь идти о том, в какой форме этой маме или папе делают замечания. Если на грубость родителя и в его адрес поступают такие же грубые замечания, то, конечно, скандал, он необратим, он будет наверняка. Но если подыскать в тот момент правильные слова или в неагрессивной форме говорить о том, что так не надо с ребёнком обращаться, подсказать, может быть, как-то деликатно перевести внимание ребёнка. Потому что, ну, зачастую в магазинах мы видим эти истерики, что-то мама или папа не купили, и так далее, и тому подобное. Но это знание, это возможности переключить это внимание. Но главное всё-таки не оставаться в стороне и не оставаться равнодушными. Вы сейчас упомянули действительно проблему, которая наверняка может вызвать вопросы. Всё время мы говорим о правах ребёнка, но понимают ли сами дети свои права. И понимают ли родители, что у детей есть права. Да, и вот момент, что когда ребёнок может… Ну, мы знаем, сколько было таких комических ситуаций, там, не знаю, периодически мы читаем в рамках курьёзов, что ребёнок вызвал полицию, потому что его родители заставили убираться в комнате или там мыть посуду. И вот он считает, что его там права нарушены, и он ищет защиты. Вот где, чтобы ребёнок тоже… Ну, дети, которые, может быть, считают, что все им обязаны их все обслуживать, вот в этой конфликтной ситуации как поступать? Если можно, я вам задам встречный такой провокативный вопрос. А дети в таком понимании, что у них есть только права, они что, с Луны свалились? Или они всё-таки с рождения росли в семье и в нашем обществе? Если говорить в таких категориях, то права у человека появляются с момента зачатия, с момента рождения. Обязанности поступают по мере возрастания и мере созревания. И мы давно ушли от того, что хорошего человека можно воспитать только тяжёлым физическим трудом. И это тоже, как, допустим, в недавне прозвучавшем громком случае о семье опекунов, в которой было 8 детей, которые действительно должны были работать тяжёлый физический труд. Но это всё-таки остаётся вопрос понимания самих взрослых, как ребёнку преподнести, что у ребёнка есть не только права, но у ребёнка есть ещё и обязанности. И дети зачастую, не зачастую, а в большей степени это воспринимают как губки из своей семьи. Если родитель говорит одно, делает другое, если он идёт в противоречии со своим, вот я говорю, что так делать нельзя, да, ребёнку, а сам в то же время делаю. В телефоне сидеть нельзя. Если я говорю ребёнку, что нельзя говорить, сам прихожу с работы, сажусь и три часа с гаджетом, компьютером и так далее. Если те же самые какие-то домашние обязанности, это всё договорённость. И если ребёнку пояснять, ребёнок это поймёт. Может быть, не с первого раза, но это должно идти рука об руку родителей вместе с ребёнком. Если говорить о том, что дети считают, что у них есть только права, ещё какое-то время назад, когда я сама начала работу в этой сфере как инспектор по защите прав детей, я тоже ходила в школу, я разговаривала с аудиторией детей, с аудиторией детей в детских домах. И вот тот же провокативный вопрос, вот какие права вы знаете, какие у вас, как у детей, есть права? Это глаза в потолок, ну, учиться, ну, и это ну останавливается с какими-то... То есть они не знают то, что... Когда задаются вопросы, а какие у вас есть обязанности? Ну, учиться, слушать родителей, помогать родителям, ну, и дальше пауза. Это мнение взрослых о том, что дети знают только свои права. Это абсолютная трансформация этого понимания. Ещё раз повторюсь, как права, так и обязанности. Но это зависит от того, как мы, взрослые, это объясняем и какой пример подаём детям в этом. Хотелось бы, ну, немножко закроть эту тему. Правильно ли я понимаю, что взрослый должен говорить своим ребёнком на равных, получается? Скажем так, на равных, не в понимании того, что взрослый будет рассказывать детали из своей личной жизни ребёнку. Ну да, но в том плане, что не навязывать своё мнение... В том плане, что взрослый родитель должен быть примером своему ребёнку. И дети это очень тонко чувствуют. Очень тонко чувствуют ситуации, когда родитель где-то пытается юлить, где-то приврать, а когда это делает ребёнок, то взрослый делает замечание, почему ты мне врал? Но ведь ребёнок это интуитивно чувствует, когда это делают взрослые. Ещё тема, которую хотелось бы обсудить, успеть до конца, хотя бы немножко затронуться, это приёмные семьи, потому что мы тут говорили о детях, которые рождены в семьях. О приёмных семьях, когда оценивается семья, которая хочет взять ребёнка, на что смотрится в первую очередь? Это их внутреннее благосостояние финансовое, или это насколько они хорошие люди, условно говоря, насколько они готовы, или всё это в комплексе? Это всё действительно в комплексе, и нельзя сказать, что приоритет отдаётся какому-то из аспектов. В первую очередь, да, конечно, это оценивается сама мотивация взрослых людей, почему они хотят стать приёмной семьёй, опекунами, взять в адопции ребёнка и так далее. Как же оценить эту внутреннюю мотивацию? И какая считается более, ну… Понимаете, зачастую, когда сиротский суд спрашивает, ну, скажем так, какова ваша мотивация, я сейчас так нивелирую, да, но тем не менее, это звучит в основном, я хочу помочь детям, и это действительно благородно, это хорошо, если человек ощущает свои внутренние ресурсы, есть внешние ресурсы для этого, но понять суть, что человек понимает за этим, я хочу помочь ребёнку, это уже комплексная оценка сиротского суда и психолога. Все люди, которые хотят стать приёмной семьёй, опекуном или адаптировать ребёнка, они проходят и тестирование психолога, конечно, и в этой ситуации многое зависит от этого специалиста, который это тестирование проводит, конечно, речи не идёт о том, что мы можем просканировать любого человека и сказать, да, он годится или он не годится. Здесь главное указать со стороны психолога внутренние риски этого человека и внутренние ресурсы. Мы никто не идеален, у нас есть свои минусы, свои плюсы, но указать на вот эти плюсы и минусы, чтобы сиротский суд уже мог оценить. Да, эта семья может стать приёмной семьёй, и ей в дальнейшем понадобится такая-то, такая-то помощь. Это люди, которые, если они согласны к сотрудничеству, потому что принять ребёнка в приёмную семью – это очень действительно ответственный шаг, это все дети, без исключения эмоционально травмированные дети, и как с этим дальше жить, и как с этим работать. И если приёмная семья потенциальная не готова внутренне принимать помощь специалистов, это уже проблема. Если это мотивация «хочу помочь ребёнка», но за этим, может быть, скрывается «я его перевоспитаю», это уже ситуация, которую должны этим людям пояснять, что не перевоспитать, а своим примером, своим сотрудничеством со специалистами, помочь этому ребёнку восстановиться после тех травм, которые он получил в своей семье. А в Латвии в последнее время становится… Есть виден прогресс в том, что всё больше людей готовы принимать детей в свою семью, или это всё-таки на недостаточном уровне у нас? Приёмных семей или опекунов в Латвии действительно недостаточно, потому что в противном случае дети всё-таки не находились бы в детских домах. Не хватает семей, которые хотели бы работать с подростками, с проблемами поведения, с проблемами зависимости, с проблемами, с психическим развитием. Но какой-то прогресс есть. Прогресс есть, хоть маленький он есть, но я хочу сказать, что мы уже постепенно всё-таки пришли к тому, что количество – это одно, и мы должны к этому стремиться, но мы параллельно не должны забывать о качестве. – И ещё такой вопрос, могут ли одинокие родители, то есть считается, по-моему, семья – это вот муж, жена, и вот один человек, взрослый человек, но без семьи, это женщина, мужчина, могут ли они претендовать на усыновление, удочерение ребёнка? – Да, конечно. – И не будет ли им сложнее получить? – Нет, нет, нет. Здесь, как я сказала, если это люди, которые в браке, муж и жена, они будут оцениваться вдвоём, могут ли они получить один или другой статус. Если же человек один, это семья одного человека, он будет оцениваться под точно таким же критерием, и как минус, как таковой, не будет аспект, что у него, допустим, нету партнёра по жизни. – И, может, ещё такой вопрос, чуть более специфический, но меня это всегда немножко интересовало. В каком возрасте, и как правильнее сообщить ребёнку, что он приёмный, если он об этом не знал? – Скажем так, мнение ребёнка как такового, нету возраста, с которого, допустим, специалисты обязаны учитывать его мнение. – Мнение должны учитывать с параметров созревания, эмоционального созревания ребёнка. И в этой же ситуации мы говорим о том, в каком же возрасте сказать ребёнку. Будет ребёнок, который в 15 лет будет в состоянии эмоционального развития трёхлетнего ребёнка. Да, это возраст сам по себе, он не показатель. И я хочу сказать со стороны своей практики и из практики коллег, и из практики сиротских судов, что чем раньше родители или приёмные родители к этому приходят, тем это лучше. Если родители не могут найти в себе ресурсы об этом говорить, это, опять-таки, возможность обратиться к специалистам, которые помогут, пояснят, как это сделать лучше и максимально щадяще для ребёнка. – Ну и лучше, чтобы ребёнок узнал об этом от родителей, а не от одноклассников, например. – Да, конечно, однозначно, потому что мы опять-таки придём, во-первых, для ребёнка это будет большая травма, а кто я, откуда я. Во-вторых, это опять-таки включается аспект, значит, вы мне врали. – К сожалению, нам пора заканчивать эфир. Давайте мы в конце скажем ещё раз телефон доверия, к которому можно звонить, если вы знаете детей, у которых есть какие-то семейные проблемы, или если вы сам такой ребёнок, это 116-111. Звоните, это бесплатно на латышском и русском языках. А у нас в гостях была директор департамента по вопросам приёмных семей и сиротских судов, советник министра благосостояния по вопросам вне семейной опеки Валентина Горбунова. Спасибо вам большое. – Спасибо. – Полис.